Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Вы смотрите «Новости Анапа-Регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Общие цели и задачи. В Первомайском сельском округе администрации и общественность обсуждали развитие территории. Соцпомощь с доставкой на дом. Кому и чем может помочь Анапский центр социального обслуживания населения. Научное открытие за школьной партой. Анапская школьница сформулировала новую математическую теорию. Молодёжь Анапы пообщалась с представителями парламентских партий. Мероприятие прошло на базе Анапского филиала Московского педагогического государственного университета. Каждый руководитель городской ячейки рассказал о деятельности своей партии и её программе. Затем студенты могли задать вопросы. Встречу организовали совместно с городской избирательной комиссией. В принципе, это традиционное ежегодное мероприятие, брифинг политических партий. Оно делается для того, чтобы будущие и молодые избиратели имели представление о политической системе нашей страны, как она устроена, какие политические партии представлены в нашей Государственной Думе. Я рада, что студентам стало интересно это мероприятие. Полный зал молодых студентов, будущих или уже настоящих молодых избирателей, которые в самое ближайшее время будут принимать участие в выборах депутатов в нашем крае, депутатов Законодательного собрания Краснодарского края. Но 2018 год очень серьёзный и важный для нашей страны будут выборы президента Российской Федерации. Поэтому мне кажется, что важность сегодняшнего мероприятия неоспорима. 21 февраля в России отметят День молодого избирателя. Мероприятие приурочили к одноимённому месячнику. В этом году на деньги из муниципального бюджета заасфальтируют три улицы в хуторах Первомайского сельского округа. Об этом шла речь на сходе жителей. По их просьбе муниципальные власти пообещали выделить и место для занятий спортом. На мероприятие побывала наша съёмочная группа. Когда он призывал нас к отчётности, он говорил о том, что не забывайте, пожалуйста, что за каждым большим или маленьким делом стоит человек. То есть, если мы отчитываемся, то в отчётах не должно быть формальности. Надо всегда помнить, что за каждым делом стоит человек, во имя которого, ну и может быть я уже в гробе сейчас говорю, для которого мы работаем. Первый заместитель главы города Людмила Мурашова цитирует мэра Сергея Сергеева. О том, что сделано, рассказал глава Первомайского сельского округа Николай Ласько. Минувший год прошёл под знаком масштабной реконструкции инженерных сетей. Построили газопровод в хутор Вестник, заменили водопровод в Юровке и хуторе Чико. Отремонтировали скважину в хуторе Иванов. Вообще наше село, конечно, преображается. Поставили банкомат, ночное и уличное освещение, отремонтированы дороги. Ну, наверное, где-то на четвёрку, наверное, всё-таки работа, да, то есть что-то бы можно было бы сделать больше, ну, то есть как бы мы же тут не решаем средства, какие выделяются, но как бы работа такая на четвёрку проведена. Ну, прошедший год, знаю, что в Пеленковке отремонтирована была дорога от кладбища и до конца села. А вот эта вот была работа проведена, ну, а так особо хотелось, конечно, лучшего. Появились линии электропередач к новым районам. Энергетики установили три подстанции. Во всех домах культуры заменили проводку, расчистили русло реки и по просьбе местных жителей установили банкомат. Депутат Госдумы Иван Демченко приобрёл автомобиль для местной больницы. Всё было замечательно. Нам оказывают поддержку Сергей Павлович Сергеев, нам оказывают поддержку наша администрация, депутаты, казачество. Мы всё вместе расчищали территорию парковой зоны. Парк поставлен на баланс, кстати, что тоже немаловажно. Добивались мы этого, ну, долгих три года. У меня кабинет, например, не закрывается вообще никогда, я его не закрываю ни на замок, ни на ключ, и двери открыты. В любой день, когда есть, люди заходят, спрашивают, предлагают. Совет общественности активный у нас. Тосовцы очень сильные, тоже они не упустят своего и напомнят, что нужно делать. Поэтому связь с общественностью нормально налажена. На сходе жители подняли вопрос вывоза земли после очистки русла реки. Изначально рассчитывали, что её разберут на огороды. Попросили улучшить расписание движения школьного автобуса, а также найти место для занятий спортом. Раньше тренажёры стояли в школе, но теперь это запрещает закон. Здесь надо искать новые варианты. Вот я хочу обратиться к руководителю ДК, что мы не можем 2-3 раза в неделю дать своей площади. Ну, я не знаю, я думаю, надо встречаться с авторами записки. По словам хуторян и станичников, нужно больше тротуаров, кое-где снести аварийные деревья и отремонтировать стадионы. В местной администрации о планах на текущий год говорят с осторожностью. Вместе с тем, в этом году на ремонт дорог в Первомайском сельском округе в бюджете предусмотрено 7 миллионов рублей. На них заасфальтируют две улицы в Хутырье Чекон и ещё одну в Большом Разноколе. Узнать свой ВИЧ-статус анонимно, бесплатно и без направления могут все желающие анапчане. С 13 по 22 февраля в рамках краевой акции в анапских медучреждениях проводится экспресс-обследование на одной из самых серьёзных инфекций. Медики говорят, что заразиться вирусом иммунодефицита человек можно не только половым путём или через иглу, но также, например, у стоматолога во время педикюра и татуажа, если были не соблюдены правила стерильности. Поэтому профилактическое обследование хотя бы раз в год нужно проходить каждому. ВИЧ-инфекция, она первое время не проявляется, её не видно или, возможно, какие-то катаральные явления совершенно не специфические. Поэтому знать свой статус очень важно, чтобы вовремя предотвратить возникновение СПИДа. Если раньше очень много людей умерло от этого заболевания, то теперь, принимая специальные препараты, пациенты могут дожить до старости, до глубокой старости, лишь принимая вовремя регулярно лекарственные препараты. Поэтому таким образом мы удлиняем жизнь пациентов. Для того, чтобы узнать свой ВИЧ-статус, необходимо обратиться в городскую поликлинику, в регистратуру отделения медицинской профилактики на третий этаж. Забор крови осуществляется с 8 до 14 часов. Результат будет известен уже через 10 минут. При себе достаточно иметь только паспорт. Также обследование можно пройти и в филиале городской поликлиники в третьем микрорайоне. Анапская школьница прославила курорт в научной среде. Валерия Мацокина разрабатывает алгоритм для обработки массивов данных. Он основан на доказанной ей же новой теореме. Открытие уже признали ученые, хотя изначально относились к работе девушки скептически. Способ решения задач оказался простым, но при этом оставался безымянным до тех пор, пока на него не обратила внимание анапская школьница. Так наглядно девятиклассница Валерия Мацокина показывает сверстникам суть новой теоремы. Есть кубики разных цветов. Их достают не глядя. Необходимо узнать, сколько нужно достать, чтобы получить заданное число кубиков разных цветов. В коробке лежит пять красных шаров и два синих. Сколько нужно вытащить шаров, чтобы у нас в руках обязательно оказался хотя бы один синий шар. Ответ шесть. И это одна из самых простых подобных задач. Если будет больше цветов и больше кубиков, то для расчета нужно будет больше времени. Задача решается методом подбора. Однако, сидя на уроке, Валерия вывела закономерность, которая затем превратилась в теорему. Девушка не скрывает, что решение простое, а сам метод был буквально перед глазами. Честно, да, есть какой-то фактор везения, потому что вот я очень много закономерностей даже в геометрии в той же находила. Приходила, вот, ну их показывала и уже говорила, что вот она уже такая есть, просто ее еще не проходили мы ее. Вот. А тут получилось так, что я нашла закономерность и оказалось, что ее нет, что повезло, что ее как бы не было. До шестого класса Валерия не любила математику, отставала по предмету, после занятий с репетитором распробовала точную науку. Свою формулу она показала учителю информатики Елене Лисовой. Преподаватель помогла с продвижением идеи. Чтобы разобраться с терминологией, они обратились в Кубанский государственный университет. Так, способ решения задачи получил название «Теорема о мощности множества». Валерия доказала профессорам математики, что она совершила открытие. Итог – публикация в научном журнале, две награды на всероссийских конкурсах и одна на краевом. Если бы она не была бы такая целеустремленная, то те препятствия, которые встречали мы на пути, они бы ее сломали. У нас еще неплохая база в школе, у нас хорошие учителя, которые очень много в нее вкладывают. Учителя разных предметов – и химия, и биология, и математика. Каждый свою лепту вносит вот в этого ребенка и вообще во всех детей. Замечательный директор, который поощряет это все на конкурс, на конкурс, еще на один конкурс, езжайте еще на один конкурс. Над сферой применения теоремы автор пока думает. Она значительно упрощает расчеты, связанные со статистикой, начиная от социологии, заканчивая прогнозами урожайности. В настоящий момент Валерия разрабатывает алгоритм для компьютерной программы. Намерена попробовать на прочность еще несколько идей, а в дальнейшем планирует заниматься физикой в университете. Соцработники спешат на помощь. Анапский комплексный центр социального обслуживания населения оказывает поддержку пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, а также людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Одним словом, обратиться к специалистам может любой нуждающийся человек. Причем ехать для этого в центр не обязательно. Сотрудники учреждения проводят выездные акции. Одна такая на днях состоялась в поселке Пятихатке. Мобильная группа обслуживает более 20 населенных пунктов, где проводят социально-бытовую, психологическую и юридическую консультационную помощь. Кроме того, помогают инопчанам и адресно. Те люди, которые в силу возраста, здоровья, у которых затруднено выполнение тех элементарных вещей, которые мы привыкли делать каждый день, пользуются нашими услугами. Мы и глаза, уши, руки, ноги. Мы можем принести продукты, убрать в квартире, оказать помощь в осуществлении личной гигиены. Наше учреждение оказывает транспортные услуги с сопровождением и без для поездки людей в Краснодар, краевые медицинские центры, Новороссийск. Центр социального обслуживания населения достаточно востребован. Только на селе более 600 постоянно обслуживаемых граждан, а всего за прошлый год сюда обратились более 15 тысяч человек. Клиенты отмечают, что цены на услуги действительно социальные, гораздо ниже тех, что предлагают коммерсанты. Кроме того, есть и совершенно бесплатные, например, одежда по программе «Вторые руки» или консультативная помощь по уходу за лежачими больными. Я обращалась, когда у меня мама сломала бедро, и я там узнавала у них, как ухаживать за больными, что нужно делать. Мне там рассказали конкретно каждый этап операции, что надо делать, как ухаживать за лежачими больными. Обратиться в центр можно по адресу улицы Крымская, 181 или по телефону 52875. В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в школе номер один состоялась военизированная эстафета. В ней приняли участие ученики старших классов общеобразовательных школ и гимназий, а также курсанты Института береговой охраны ФСБ России. Это традиционное мероприятие, которое проходит уже пятый год подряд. Организаторы – Институт береговой охраны и управление образованием города. Популярность таких соревнований неуклонно растет. Современная молодежь с полной ответственностью подходит к будущей службе в рядах российской армии. Как показывает опыт, я как еще член призывной комиссии в городе Курот-Анафе, когда был военкомат, при опросах не было случаев, чтобы кто-то отказался служить в армии. Это за такой промежуток времени действительно были варианты, когда не хотели, когда так. Сейчас нет такой. В том, что молодежь действительно стремится узнать больше о военных дисциплинах, показали уже первые старты. Слаженно и быстро молодые патриоты преодолевали полосу препятствий, оказывали помощь условным раненым, собирали и разбирали оружие. Руслан Бадалян много времени уделяет предмету – основой безопасности жизнедеятельности. В любой момент любой мужчина должен защитить нашу страну, уметь. И армию должен пройти каждый человек. Я считаю, я тоже буду проходить этот путь так же. Организаторы соревнований отмечают, что с каждым годом количество желающих испытать свои силы увеличивается. Причем все чаще о себе заявляют девушки. Они не только оказывают медицинскую помощь, но и довольно ловко справляются с оружием. Во-первых, мы тренировались в нашей школе. Наш командир, он нас собирал. Мы почти по три часа сидели в школе, тренировались, разбирали, собирали автоматы, бегали, перебинтовали всем, накладывали шины. Подготовка, подготовка, еще раз подготовка. По итогам соревнований из десяти команд традиционно были выбраны лучшие. На третьем месте ученики седьмой школы, второе место поделили школа номер одиннадцать. Гимназия Эврика победителем эстафеты стала команда гимназии Аврора. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Также партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». Это качественная комплексная медицинская помощь. Начинают первичные консультации и диагностики амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин – уролок и УЗИ за 998 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.